Коллеги, я Ваня, я из Booking.com. Я последний год работаю над нашим приватным кубернетисом, таким нашим облаком. И про это, собственно говоря, не буду вам рассказывать. Сейчас, пока я стоял, слушал вступление, этот тег завтра облачный, я думаю, если бы этот метап происходил в Амстердаме, где, собственно говоря, я живу и работаю, более актуальный тег был бы всегда облачный, потому что там всегда облачный, всегда дождик. Ну ладно. Значит, смотрите, про кубернетис. Я, например, всегда, когда начинаю что-то делать, я всегда пытаюсь ответить на вопрос, какую, собственно говоря, проблему мы решаем. И вот у себя, когда мы решили внедрять кубернетис, то есть мы это делали для чего-то. И делаем мы это почему? Потому что бизнес к нам пришел. То есть у нас была какая-то система, развитая, естественно, там Booking, он с 97-го года на рынке, естественно, там целая большая IT-система, там несколько тысяч разработчиков. Но в один момент к нам пришел бизнес и сказал то, что, окей, а мы хотим быстрее, мы хотим бежать быстрее, мы хотим faster time to the market. Вот здесь у меня на это есть слайд. Значит, пришел к нам бизнес, сказал нам нужно faster time to the market. Это такой как бы очень обширный термин, по которому можно подогнать половину инициатив компании. Поэтому мы для себя выделили одну конкретную причину, одну конкретную проблему. И она заключалась в том, что мы хотели бы сделать так, чтобы у нас провиженинг ресурсов занимал какое-то гораздо меньшее время, чем то, что это было раньше. Если раньше, например, для того, чтобы запровижить какой-то сервер, это был какой-то там вайфайлиш джеротеке, то тебе через день или в тот же самый день, или через день тебе админ провиженную эту машину и тебе конфигурируют ее, мы хотели сделать так, чтобы все происходило вот так вот, по щелчкам пальцем в течение минуты. Вот, это вступительное, да, и тут… Окей, это было вступительное. Давайте я вам сейчас расскажу про фактологию. То есть кубернетис у нас в продакшене уже больше года. У нас на данный момент 16 кубернетис-кластеров. Почему столько, все детали будут понятны чуть позже. 16 кубернетис-кластеров, суммарно они занимают 800 нот, они постоянно увеличиваются. Здесь ноты неравномерно распределены между кластерами. Опять же, почему будет понятно чуть позже. То есть не нужно делить 800 на 16, понимать, какой у нас средний размер кластера. Самый большой кластер там несколько сотен нот. Значит, у нас все кластеры, они как бы не выделены под команду, они как бы шаридные. То есть мультитенант по другому называть. То есть один кластер, в нем есть namespace под команду, под проект, под какой-то там бизнес-юнит и так далее. У нас есть такая штука, которую мы называем… У нас серьезные были вложения в мониторинг, и есть такая штука, которую мы называем Shipper. Это система мультикластер диплоймента, то есть она умеет делать Blue Green и Canary диплоймент именно по стейджам, об этом тоже мы с вами поговорим. И на вот этом всем суммарно запущено порядка 300 сервисов. Ладно, проскочили слайд. Запущено порядка трех сервисов. Давайте теперь перейдем к архитектуре нашего сетапа. И здесь хочу… При вступлении в архитектуру хочется показать вам такой слайдик. Наша архитектура была построена на некотором таком большом опыте. То есть непосредственно кубернетис мы внедряем последний год, но там была еще целая история, которая существенно повлияла на серию наших решений. Про нее очень подробно я рассказывал на хайлоуде, на прошедшем. То есть здесь я останавливаться на это не буду. Такой там полноформатный 50-минутный доклад, поэтому я вам только дам ссылочку. Посмотрите. И говоря про архитектуру, вот я вам хотел показать вот эту вот картинку. Это CNCF, Cloud Native экосистема. Она такая очень огромная. И вот мне человеку, который как бы варится в этой каше, я на нее смотрю, мне становится очень страшно, потому что я в ней очень часто теряюсь. И я представляю, каково это смотреть на эту картинку и просто в ней утонуть. Человек, который начал работать в этой теме. Для чего я ее показываю? Показываю я вам для того, чтобы показать вам… то есть это как бы такой впечатлить вас, и показать вам следующий слайд, на котором я попытался построить то же самое, только не для всего облака, а конкретно для кубернетиса. Знаете, вот кубернетис – это такой один большой, огромный конструктор, и все его части могут быть… в большинстве своем они взаимозаменяемы. Например, как провижнить кубернетис, там целый набор тулзов, как сконфигурируют DNS в нем, как сконфигурируют авторизацию, как сконфигурируют мониторинг. Не говоря уже про сетку, вот сеть на нету, тут, по-моему, больше 20 вариантов. Там со сторожем тоже хватает. Так вот, получается, что как бы вы, когда пытаетесь деплоить кубернетис, вам нужно понять, а чего мне нужно выбрать. Вот из этого всего набора опций, вот этого всего океана, нужно понять, что нужно выбрать. И у нас был точно такой же вопрос. И к этому вопросу мы подошли примерно следующим образом. Мы для себя выработали некоторые принципы. И самый главный принцип для нас был это то, что… Давайте следующий пункт. Это то, что мы пытались максимально использовать знакомые компоненты. То есть вот у нас в компании уже есть какой-то опыт, у нас есть какая-то экспертиза. Мы вот из всего этого набора вариантов выбрали то, что мы понимаем и то, что мы знаем. Знаем, причем… То есть мы пытались как бы оптимизировать под максимальную простоту, причем максимальную простоту не с точки зрения деплоя. Например, если вы возьмете какой-нибудь там кюпадом или любую другую Толзу, она вам очень просто сконфигурирует кластер. Вы там запустили пару команд и в ЖИК у вас появился Купернетис кластер. Мы пытались оптимизировать не под это, мы пытались оптимизировать под понимание. То есть нам очень хотелось понимать, как это все работает. То есть именно мы оптимизировали про то, чтобы мы понимали и знали, как это все эксплуатировать в дальнейшем. И получается, то есть мы знали то, что если мы будем делать просто, то сложность, она придет сама. Но просто жизнь такова на то, что вот как бы вы просто не пытались сделать, у вас получится все скорее сложно. Окей. И один из первых наших подходов, которые мы использовали, это на основе наших практик внутри компании, это мы не пытались построить один большой кластер. То есть если вы возьмете, почитаете документацию Купернетиса, там вам посоветуют взять там и сконфигировать кластер, растянуть его там на несколько дата-центров и так далее. Вместо этого мы пытались сделать некоторый набор маленьких кластеров. То есть вместо одного большого берем и деплоим несколько относительно маленьких. И основной здесь поинт состоит в том, чтобы как бы мы не хотели, то есть мы пытались даже не столько изолировать как бы failure domain, то есть если один большой кластер, это один большой failure domain, мы даже в том числе мы пытались защититься от самих себя. То есть у нас как бы было достаточно, на момент начала было не очень много опыта эксплуатации Купернетиса. Например, если бы мы каким-то образом неправильно сконфигурирули большой кластер, у нас упало бы все в разом. А тут мы как бы всегда, когда мы делаем какие-то изменения, мы их сначала делаем на одном кластере, как-то там тестируем и дальше идем. Значит, давайте теперь сделаем некоторый зум-ин внутрь кластера и посмотрим, как мы его строим. Значит, на самом верху у нас есть такие штуки, которые мы называем их мастеры. Это железные ноды. Их на картинке три, на самом деле их пять, чисто в плане красоты, на которых мы запускаем так называемый control plane. Это сам etcd, api-сервер, control manager, scheduler, ну и так далее. То есть все для того, чтобы сделать так, чтобы… То есть все, что необходимо для работы самого кластера. А потом у нас есть некоторый набор физических нод для работы самого, то есть сами ноды, на которых запускается… на которых непосредственно работает докер и на которых запускаются сами контейнеры. На каждой этой ноде есть, соответственно, там запущенный киблиц, C-адвайзер, нод проблем детектор, то есть все, что необходимо для работы уже непосредственно ворклоуда. Они взаимодействуют между собой через envoy, то есть локальный киблиц всегда разговаривает с локальным envoy, и envoy балансирует между вот этими там пятью мастерами. И потом еще один компонент, который есть, называется он gateway, на котором запущен киброксис, с него мы анонсируем все сервисы айпишники. Почему мы сделали такой разнос? Опять же, по нашему опыту, тот набор IP-table rule, который генерирует киброксис, он достаточно значительный, и он усложняет дебаггинг на нодах. То есть если мы вынести эти как бы рулы на отдельную машину, все стало гораздо проще для дебаггинга и для стабильности. Пару слов про сам провиженинг. То есть в первую очередь, я уже это вкратце упоминал, мы деплоимся на BareMetal непосредственно, используем мы CentOS и Puppet, то есть это тот набор технологий, которые мы знаем, как использовать. Причем деплоим мы, деплоим мы используя, мы используем, то есть у нас есть CentOS, мы взяли и скомпилировали кубернетис, кубернетис, открою вам большую тайну, кубернетис всего-навсего шесть бинарников, etcd, qqb, опять сервер, куб-контрольный менеджер, куб-скеджлер. Спасибо. И что там еще было? И куб-прокси. То есть взяли, скомпилировали, запускаем их прямо как систем-дюниты, то есть не в докере, то есть у нас как бы не self-host и кластер, все очень просто, все очень по-топому, но мы хорошо знаем и хорошо мы понимаем, как это работает. И для себя мы тоже сделали такой принципиальный выбор, то что мы разделяем как бы инфраструктурную компоненту кубернетиса от пользовательской компоненты кубернетиса. Поэтому, собственно говоря, например, у нас разделены ноды и мастеры. То, что бы ни происходило внутри нод, они никогда не заэффектят у нас сам контрол-плейн кубернетиса. Значит, пару слов по поводу сети. Вот на предыдущем, на одном из предыдущих слайдов я показывал как будто вот набор опций, который доступен при конфигурации кубернетиса, их там больше 20 опций. Для себя мы выбрали наиболее простой для нас путь, который заключался в том, чтобы мы не хотим никакие там виртуальные сети, никакого SD, но мы хотим сделать так, чтобы у нас была плоская сеть. Плоская сеть в плане того, что и под IP-шники, и сервис IP-шники, они все принадлежат к одной сети, которая принадлежит все остальные машины в компании. То есть, например, с таким подходом, например, чтобы какой-то любой физический сервер мог напрямую пинговать любой под, и для него как бы под, это он неотличим от железной машины с точки зрения сетевой конфигурации. Тут, конечно, мы немножко, как позже выяснилось, мы немножко поизобретали велосипед, то есть вообще это подобное решение предоставляет из коробки калика, но, например, для нас, опять же, ввиду того, что у нас были, у нас есть сетевые инженеры, они сказали, вот чуваки, мы сейчас вам сконфигурируем все это просто. То есть в итоге мы взяли простую конфигурацию, когда на каждую ноду выделяется некоторая подсетка, которая через BERT анонсируется в top of the rack switch, и есть такой плагин на экране, который позволяет из выделенного пула, то есть мы выделяем слэш 27 на одну ноду, он как бы по одному раздает эти айпишники уже непосредственно подом. В итоге, чего у нас получилось? То есть у нас получилась плоская сеть, это просто очень удобно, например, в плане дебаггинга, когда вы возьмете, вы можете взять и подключиться напрямую к поду, то есть у вас есть какой-то под, например, с каким-то Java application, вы берете и напрямую взаимодействуете с этим подом в плане дебаггера. Пару слов про мониторинг. Здесь все достаточно просто, то есть есть прометей, на каждый кластер их пара. Эти прометей сконфигурируют так, чтобы скрепить все, что только можно внутри кластера, то есть все его компоненты, весь workload, пара для redundancy. То есть эти прометей, они ориентированы на data discovery, то есть они скрепят все, но в течение маленького времени. Есть настроен федерейшн, в котором эти все данные потом позже агрегируются и улетают на верхний уровень, в котором они хранятся в течение достаточно, в течение долгого времени. Но тут как бы все понятно, ничего, собственно говоря, особенного, ничего интересного. Что интересно, это то, что мы когда конфигуровали кубернетисы, то есть мы пытались предоставить не просто как бы задепловать кубернетис, и мы попытались предоставить сервис. Нам хотелось оценивать качество обслуживания этого сервиса. Нам хотелось сформировать какие-то вменяемые и понятные пользователям, а не нам. Это как бы ключевое, чтобы SLO и SLA были понятны с пользовательской точки зрения. И, конечно, тут было несколько итераций. В итоге мы пришли к такому сетапу, то, что в первую очередь мы используем API response rate, то есть это количество успешных ответов к общему количеству ответов API сервера. Это больше такой технический SLI, который нужен больше нам самим для внутреннего понимания, а насколько высокий availability у нашего сервера. Он, конечно, отражает user experience, но не сильно. Поэтому мы думали, как это сделать, и в итоге пришли к такому варианту. То, что SLI кластер, вторая наша ключевая метрика, отражается под startup latency. То есть это время, которое под занимает на то, чтобы стартануть. И здесь готовых компонентов не было, поэтому мы сделали и написали свой. Я вам сейчас хочу вкратце рассказать, как он работает, потому что, на мой взгляд, это достаточно интересно. То есть вот у нас есть какой-то объект подов, и у него есть время, когда этот объект был создан. В итоге там происходит какая-то цепочка событий, и в итоге под переходит в состояние ready. То есть с одной точки зрения, вот это вот время, это как бы то, что нам нужно. То есть мы хотим померить, собственно говоря, а кубернетис, он вот взяв вот этот workload, сколько времени он займет на то, чтобы стартануть. Но тут есть несколько таких моментов. В первую очередь то, что на этом пути, то есть если мы берем, будем брать, мерить вот это вот время, тут есть время, которое занимает на пул имиджа. И, соответственно, чем больше имидж, тем больше это будет занимать время. Соответственно, ваша SLI будет двигаться как бы в неконтролируемых масштабах. Это первое. Второе, это есть набор init контейнеров, которые также могут занимать какое-то продолжительное время. И они будут увеличивать это время, когда под не дойдет в состояние running. Поэтому что мы делаем? А, и в конце вот у нас, когда еще стартует под, у нас есть набор проб, readiness проб, которые также могут быть сконфигурированы пользователем. Там может быть добавлены всевозможные компоненты. Например, сходить в баску и проверить, оживали баска. Поэтому в итоге мы пришли к такому подходу, когда у нас ключевым SLI кластер является то время, которое занимает под на то, чтобы стартануть все его контейнеры. Когда у нас происходит, когда у нас стартует последний контейнер, мы считаем то, что инфраструктура закончила свою работу, поэтому в этот момент мы отсекаем. И мы из него вычитаем время пула имиджа и время, которое заняло, заняли и нет контейнеры на то, чтобы отработать. В итоге у нас получилась такая интересная вещь. Собственно говоря, здесь на графике это время, вот это вот время постфортап лейтенси для каждого из наших кластеров. Ось логарифмическая, то есть получается посередине 16 секунд, сверху там 2 минуты. У нашего там, у одного из кластеров в течение какого-то времени была какая-то проблема, поэтому у него там постфортап лейтенси был достаточно большой, но в среднем постфортап лейтенси колебается в районе 16 секунд. То есть это, на мой взгляд, достаточно хорошее время и что мы также видим, то что любой сбой в нашем кластере, например, или какие-то проблемы с, например, со сториджем, с айткази или там проблемы со скейджером либо API сервер недоступны, этот график всегда растет, этот график всегда достаточно хорошо отражает то, насколько функциональны наши кластеры. Также это такая метрика, которая понятна нашим пользователям. Они понимают, что такое время старта контейнера. Похоже, мне нужно ускоряться. Значит, что у нас? Следующий момент, про который мне хотелось рассказать, это вот смотрите, у нас есть запущенный Kubernetes кластер. Он мониторится, у него меряется SLI. Но как понять то, что Kubernetes выполняет те функции, которые он должен выполнять? Как убедиться, что в данный момент Kubernetes может взять и поднять, взять какой-то workload, поднять поды, приоттачить маунты, конфигурируйте ингресс и так далее. Есть такая вещь, которая называется conformance тесты в Kubernetes. Вот ссылочка. Это такой очень огромный объем тестов, программ которых занимает порядка пары часов. И он больше сфокусирован на то, чтобы убедиться, насколько конкретная инсталляция или конкретная имплементация Kubernetes спецификации отвечает требованиям. Это немножко не то, что нам нужно. Но мы его используем, мы его используем только во время, вот мы подняли кластер, мы прогнали эту серию тестов, он там час-два это заняло, мы убедились, что наш кластер полностью работоспособен и мы запустили в продакшн. Но как убедиться, что прямо здесь сейчас оно работает? В итоге мы пришли к такому подходу, когда нам хочется, мы написали такой компонент, называли его кубпроб. Он по сути, это по сути набор функциональных тестов для Kubernetes кластера, который постоянно запущен, по сути это минутная кронжоба, которая запускается и выполняет ряд тестов. Например, она проверяет какие-то базовые функционалы Kubernetes. А могу ли я создать сервис, а могу ли я поднять пот, есть ли у меня связь, например, с внешним миром, могу ли я сделать пинг, могу ли я сделать фейч какого-то внешнего урла, могу ли я залокейтить новые PVC, поднимется ли он, могу ли я туда записать и так далее. В итоге вот эти все отчеты, которые нам сваливаются в реальном времени, мы сводим в одну такую дашборду, которая отражает health нашего кластера. То есть вот наши все кластера, зеленый, значит, все хорошо, желтый примерно окей, красный все плохо и что еще интересно, вот есть серенький цвет, это значит то, что кластер в maintenance. Это одно из таких преимуществ, когда у тебя есть несколько относительно маленьких кластеров, то, что относительно легко кластер ввести в maintenance, как-то там проапгрейдить его на новую версию Kubernetes или чего угодно, после этого ты его выводишь из maintenance и все продолжает работать. И тут такой еще один момент, то, что вот это деление на инфраструктурные компоненты и юзер компоненты, у нас по сути есть как бы два view, два взгляда на жизнеспособность нашего кластера. Первый, тот, который на первом слайде, там вот слева сверху visibility service owners, значит то, что как бы кластер с точки зрения нашего пользователя он работоспособный, но с точки зрения команды, команды, которые поддерживают эти кластеры, вот там сверху visibility team, значит то, что в кластере есть какие-то проблемы, ну, например, там одна из нот упала, то есть как бы для пользователя это не критично, то есть как бы кластер по-прежнему полностью функционален, но для команды, которая поддерживает этот кластер, что-то нужно с этим делать. Окей. У нас есть несколько этих, множество этих кластеров, которые расположены по разным регионам, да, и нам нужно как-то на них деплоиться. И чтобы порешать эту проблему, мы пришли к такому решению, которое мы назвали shipper. Для чего мы его сделали? Мы сделали примерно следующее. В booking есть очень серьезная культура пошагового деплой. То есть любые наши изменения кода, конфигурации, они все идут по шагам. То есть сначала идет какой-то канарий. Короче говоря, мы используем везде канарий релизы. То есть всегда, когда выкатываются изменения на какое-то небольшое количество, но потом оно раскатывается на все остальное. Так вот, чтобы реализовать вот эту стратегию в кубернетисе, тот стандартный объект, который существует, дипломент обжект, его недостаточно. Почему? Ну, потому что там сложно управлять тем. То есть там, например, вы стартанули этот rollout, и потом ему нужно в правильный момент времени сказать пауза, чтобы у вас получился канарий. После этого нужно сказать резюм. То есть это неудобно. Более того, это неудобно в том в плане то, что когда у вас есть несколько кластеров, например, если вы хотите деплоиться либо на несколько кластеров, эти кластеры могут, например, в разных регионах или вообще в разных облачных провайдерах. То есть вам нужно сказать теперь вот тут старт, там старт, и потом в нужный момент сказать пауз, и потом в нужный момент сказать резюм. Неудобно. То есть мы как бы когда создавали шипер, провели такой небольшой обзор, посмотрели, как эти люди решают. Обычно эти люди решают каких-то там for cycle, набор кластеров, ты говоришь кипсителя rollout в каждом из них, соответственно, у вас может получиться так, что, например, а что случится, если один из команды кипсителя rollout в одном кластере не отработало. у вас всегда будет какая-то такая есть большой риск неконсистентности. Либо, например, процесс rollout пойдет с разной скоростью, соответственно, новая версия выкатится быстрее в одном кластере, чем в другом кластере. Так вот, чтобы порешать вот эти проблемы, мы создали шипер. Шипер это нативный кубернетисовский контроллер, который умеет оркестрировать деплой какого-то приложения на несколько кластеров, причем делая это четко и пошагово. Давайте рассмотрим более подробно. То есть для того, чтобы сделать шипер rollout у нас появляется такая вещь, которую мы называем менеджмент кластер. В этом менеджмент кластере запущен сам шипер и его контроллер, то есть это не какая-то туза, это прямо нативный кубернетисовский контроллер. Этот менеджмент кластер он управляет набором аппликейшн кластеров. По сути это такой, в кубернетисе есть такая вещь, которая называется федерация, федерейшн, была версия 1, теперь версия 2. То есть версия 1 на момент, когда мы создавали шипер, она была уже в состоянии деприкейтед, версии 2 еще не было. То есть я думаю, когда версия 2 припредит у нас в состоянии general availability, мы как-то смержимся. Так вот, вот эти менеджмент кластера, возвращаясь к дашборде, который я вам показывал, вот эти два нижних наших кластера, они совсем маленькие, они буквально там из 2-3-3 нод, но они управляют всеми остальными кластерами по инвариументами. prod менеджмент и есть dev менеджмент. Возвращаясь к этой картинке, то есть шипер, мы ему в менеджмент кластере мы создаем некоторый объект, который мы называем аппликейшн, он начинает оркестрировать эти действия, причем это делает так, что вот он сначала в описании у него есть первая стадия стейджинг, то есть он дошел до стадии стейджинг, потом он выполнил все операции на аппликейшн на кластерах и он остановился, он ждет команды. Потом либо человек или какая-то автоматизация может сказать ему двигаться дальше, после этого пойдет например шаг к канаре, то есть когда у нас уже реальный трафик пойдет на какую-то долю подов. Опять же шипер остановится, подождет инструкцию либо человека либо какой-то автоматизации и дальше нам скажет он full on. Давайте более подробно как это все выглядит, то есть вот в менеджменте кластере есть CRD, называется на application, выглядит она примерно вот таким образом, сейчас я по шагам разберу, что здесь есть. То есть в первую очередь шипер это он использует как вход чарты, хелм чарты, то есть по сути он такой своеобразный тилер, но тилер напрямую он не использует. то есть стандартные стандартным образом заопакованы хелм чарты у него есть внутри application спецификации есть понятие того, куда сейчас в какие например регионы я сейчас хочу задеплоиться, например, ну вот здесь в примере US то есть в Штаты и в Европу мы хотим деплоиться и потом самая интересная часть заключается в том, что вот она описывает собственно говоря вот эту стратегию деплоя что здесь есть опять же по шагам то есть в первую очередь мы говорим что наш первый шаг это мы хотим сделать стейджинг то есть значит здесь есть capacity и трафик то есть incumbent это то, что было и contender это то, что будет и вот эти цифры это проценты то есть здесь получается мы говорим что у нас появляется один процент у нас появляется один новый под на него мы не раутим никакого трафика то есть мы с новой версии подняли какой-то под мы можем ручками зайти и его потестировать после того как мы прошли этот шаг мы можем перейти к шагу Canary в котором здесь получается мы уже 90% то есть у нас уже поднимется какое-то большее количество подов с новой версии и подов со старой версии уменьшится в процентном соотношении 90% к 10% и при этом шиппер сделает так чтобы на новую версию прилетало 10% трафика от всего общего который от всего общего объема трафика который приходит на ваш сервис это следующий шаг тут например вы можете выявить какие-то ошибки и уйти на то есть сделать аборт либо если вы решите двигаться дальше то в этом случае вступает в игру третий шаг называется он фулон то есть когда мы говорим то что полностью то есть 0% старой версии и полностью зараут новый трафик на новую версию то есть это вот то как мы делаем деплой у себя в Букинг Коми то есть у нас есть менеджмент кластер он сконфигурируем на управлении целым флотом аппликейшн кластеров эти аппликейшн кластеры могут находиться там кстати шипер то есть у него нет никакого агента то есть он может управлять любым кубернетисным кластером как только вы дали ему доступ у нас есть примеры когда мы управляем кластерами в гугл клауде например то есть мы деплоим приложение application.yaml в менеджмент кластер и шипер оркестрирует его деплой в набор application кластеров на этом у меня все у нас есть еще целых 6 минут на то чтобы ответить на любой ваш вопрос спасибо раз-два да вопросы вот здесь вопрос уже есть да секунду тут так получается что обычно я троллю задней парты вот а сегодня я вроде как ведущий и не положено так видимо так было задумано а шипер в open source бывает что еще раз шипер ваш в open source он в open source самое главное это все понял спасибо как-то слабовато скажите шипер монета господи рендерит стандартный хелм где вы все вижу да рендерит стандартный чарт со всеми функциями хелма да полностью изменяет тилер то есть по сути говоря это хелм версия 3 где не отказывается от этого самого все так все так я здравствуйте скажите пожалуйста как шипер связан с ингрессом и как вы заруливаете трафик туда да то есть шипер на текущем этапе шипер управляет лейблами на подах то есть у вас есть сервис объект у которого есть лейбл селектор и шипер модифицирует лейблы на подах чтобы например там раутить на него трафик это то как сделано на данный момент в будущем мы планируем интеграции например с истио с ингрессом контрольными чтобы сделать более как бы fine grade то есть более точный контроль потому что сейчас например эти все проценты они всегда округляются в сторону пода ну понятно да потому что как бы под это как бы минимальная единица трафика минимальная единица как бы объекта подскажите а для хранения данных а где вы я вас не вижу поднимите руку а вижу все а для хранения данных какой механизм используется для персистент сторич база данных в кубер на данный момент мы не деплоим но у нас есть айскази и нфс через тридент то есть вы можете сделать пвс клейм и вам через тридент через тридент залоцирует там некоторый айсказим маунт и который станет ну он примонтируется в в под в контейнер новые лица свежие вопросы приятно федор тиньков банк скажите пожалуйста вот вы сейчас как вообще сервис мэш организуйте у вас его нету сервис мэш у нас есть это отдельная история то есть сервис мэш мы начались занимать заниматься очень рано то есть отвечай кратко истер мы не используем истер мы не используем мы используем инвой и у нас своя контрольная панелька а инвой которые стоят на хостах напрямую и трафик выгоняете между хостами значит здесь смотрите то есть как бы инвой который я показал на картинке он по сути служит только балансером трафика например от кублита к API сервера ну чтобы кублиту нужен один а у нас их там пять да вот как это сделать но это как бы да с холфчеками естественно это как бы частью сервис мэша не является сервис мэш мы используем для взаимодействия между как бы аппликейшн серверами да то есть у нас вукинге есть стандартный чарт один из сайткаров этого чарта инвой который уже сконфигурировано разговаривать с нашим с нашей контрольной панелькой и соответственно приложение которое пойдет с этим сайткаром оно будет соединяться по локальному хосту и дальше магия сервис мэша заработает то есть у вас в принципе система как виски вы сайткаром деплоите инвой еще один который перехватывает трафик он не перехватывает трафиком то есть перехватом трафика мы не занимаемся у нас есть на каждый стейк есть очень легковесный хттп клиент легковесность там заключается в том что вместо урла там чего-нибудь там используя локал хост порт такой-то заголовками передаете куда идти заголовками управляете куда я понял вас спасибо за доклад у меня еще вопрос по сети давайте используете ли вы сетевые политики и вот я так понял у вас несколько кластеров мелких ходят ли у приложений у вас из одного кластера в другой и если ходят то они в разных подсетях используются IP IP тоннель либо каким-то другим образом взаимодействуют я понял значит сетка плоская все кластеры в одной плоской 10 сетки то есть соответственно любой под может ходить между то есть короче говоря приложение с одного кластера может напрямую пойти в приложение другого кластера вот сетевые политики на данный момент мы не используем понятно спасибо вот здесь молодого человека во втором ряду вопрос здрасте меня видно слышно слышно но не видно вижу отлично смотрите у меня к вам созрело в процессе вашего доклада аж 4 вопроса давайте вопрос номер 1 какого рода ворклоуды вы сказали что вы базы данных не запускаете в кубернете клац какого рода ворклоуды вы запускаете второй вопрос давайте я наверное ну давайте по порядку буду отвечать на данный момент то есть понятно что этот проект в стадии развития на данный момент мы запускаем там то что мы называем мелкие и средние приложения. То есть игровое приложение, которое требует, например, внутри компании сформулировано, например, таким образом. Ваше приложение подходит под кубернетис, если оно будет требовать от 1 до 10 физических железных серверов. То есть на данный момент мы не строим кубернетис под огромные приложения, которые требуют. Например, у нас есть поисковый движок, он занимает сотни нот. На данный момент это не фит в кубернетис классе. То есть такие маленькие, в основном стейтлесс приложения. Ну, то есть какие-то условные, говоря, микросервисы на какие-то поддомены. Вот давайте два вопроса, наверное, я так в один сведу. Давайте. Значит, у вас среди SLI не было метрик, связанных с аптаймом вообще. Ну, по крайней мере, вы их не заявили в процессе презентации. И вот, как следствие, такой напрашивается вопрос. Какой процент продакшен микросервисов находится в этих кубернетис кластерах? Я понял. Значит, я заявил аптайм самого кубернетис кластера. То есть там была метрика API response rate. Да, то есть как бы… Ну, это метрика API response rate. Это кубернетис кластер. Да, это control plane. Но не дейтаплей. Не приложение. Нет, дейтаплейн в том числе. Но у вас, собственно говоря, получается… То есть вы туда включаете в эту метрику, в том числе, API вот этих микросервисов, которые находятся в полу. Нет, нет. Смотрите, у нас есть четкое разделение под… У нас есть инфраструктура, у нас есть приложение. То есть мы отвечаем за кубернетис, за healthness самого приложения отвечает та команда, которая деплоится в этот кубернетис кластер. Окей. То есть четкое разделение. Мы предоставляем вам кубернетис как сервис. То есть вы не пользуетесь. То есть вы не пользуетесь. Не наша зона ответственности. Окей. Насколько много продакшен сервисов крутится в ваших кластерах? Вот эти 300, вот они в продакшене. Ну, то есть 100% продакшен. Ну, скажем так. Я не могу сказать вам, какой процент трафика мы сервим через кубернетис. Но вот те 300 сервисов, которые у нас есть, они каким-то образом используются для рендеринга, например, там www.booking.com. Окей. Спасибо. И последний вопрос, связанный с вашим сервисом Shipper. Значит, например, Netflix достаточно давно сделал платформу под названием Spinnaker. Она вроде достаточно стабильная. Вы ее каким-то образом сравнивали? Мы ее сравнивали. Да. Это, собственно говоря, когда мы начинали, это был, собственно говоря, был тот, пожалуй, единственный конкурент, который на тот момент был. Проблема с Spinnaker, во-первых, она очень тяжелая. То есть это нужно туда, вот Spinnaker, это целая такая экосистема, в которой вам нужно сделать, ну, вот вы туда вошли, и вот вы ей пользуетесь. То есть Shipper, он такой более, во-первых, легковесный, во-вторых, он нативный для кубернетиса. То есть это кубернетис контроллер, вы управляете тем же самыми YAML файлами, так же, как вы управляли, например, дипломентами. То есть мы посчитали, как бы будет более нативный, более удобный для людей, которые пользуются именно кубернетисом, а не Spinnaker. Павел Тинькофф, Банк. Подскажите, пожалуйста, вот по поводу плоской сетки вопрос. Неужели не ставал вопрос по поводу каких-то доступов к критичным сегментам сети? И как вы разграничиваете этот доступ? То есть, естественно, как бы компания PCI DSS compliant, да, но вот эти вот все сервисы, которые затрагивают эти критичные данные, они как бы огорожены заборчиком. И как бы кубернетис туда не лезет. И необходимости такой не возникало? Пока не возникало. А что вы могли порекомендовать? Как-то думали вообще в этом направлении? Порекомендовать что? Разделение как-то. Я не знаю, чем вы бы разделяли, например, сегменты? Я имею в виду средством, которое в кубернетисе разворачивается. Скажем так, мое мнение, я бы не стал этого делать. То есть, на мой взгляд, есть какие-то сервисы, которые супер критичные, они по сути экзистенциальные для компании. То есть, я имею в виду в том, что если, например, вас… Кубернетис туда пускать не нужно. Ну, скажем так, я бы не стал рисковать. Но это мое личное мнение. На истинность не претендую. Спасибо. Вот молодому человеку дайте, он уже руку держит, наверное, минут пять. Молодой человек, я думаю, вам задаст вопрос попозже в курилке. Вот у нас, к сожалению, последний вопрос. Как вы нехорошо поступаете. Спасибо за доклад. Вопрос, наверное, простой. Используете ли вы у себя операторы, пишете или какие-то… ну, используете готовые решения в этом плане? На данный момент нет. В смысле, не пишем. Мы использовали Graphite оператор. Graphan или Graphite, я не помню. Тот, который поднимает кубе стейтен метрикс и потом выпихивает все это через метей в Graphan. Что? Он… на данный момент он не задеплоен как оператор. Он может быть сформирован как оператор. Он контроллер, но не оператор. Собственно, я думаю, у нас время на вопросы закончилось. Вот, давайте поблагодарим. Спасибо. Я буду здесь, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.